В этом видео мы разберем топ-10 надежных кроссоверов для тех, у кого бюджет ограничен, то есть до 10 тысяч долларов или 920 тысяч российских рублей. Досмотрите обязательно этот ролик до конца, и вы узнаете все плюсы и минусы этих автомобилей, а также на что обратить внимание при покупке. Итак, поехали! Итак, начнем со старого доброго премиума, причем не немецкого и японского, а шведского Volvo XC90. Прежде шведы ничего подобного не делали. За сравнительно небольшие деньги предлагается много автомобиля, 4,8 метра в длину, богатые комплектации, кожа, рожа, АКПП, круиз-контроль, дерево, все это есть на борту Volvo XC90. Volvo XC90 это большой вместительный кроссовер с огромным багажником, бескрайним буквально 613 литров. Несмотря на свой премиальный характер, обслуживать его довольно-таки недорого, потому что он сделан просто перед покупкой. Обязательно убедитесь, что полный привод работает правильно, то есть нет рывков, пинков, которые характерны для износа кардана, а также крестовин, а также подвесного подшипника. И обязательно уточните, как правильно обслуживать муфту Haldex. Именно она подключает заднюю ось. Ну а теперь поговорим о моторах. В обозначенный денежный лимит попадают дорестайлинговые версии с бензиновыми двигателями, ну, например, 2.5 Turbo. 2.5 Turbo хорош и долговечен, но перед покупкой убедитесь, что он сухой, то есть не истекает маслом. Не стесняйтесь заглянуть под пластиковый кожух ремня ГРМ, осмотрите патрубки до и после интеркулера, оцените состояние ВКГ во время работы двигателя из открытой массозаленной горловины, не должно сильно дуть газами. Битурбированный 2,9-литровый мотор стоит обходить стороной, хотя у этого двигателя есть много поклонников. Также в бюджет до 10 тысяч долларов попадают и автомобили с двигателем 4.4 V8 от Yamaha. Итак, этот двигатель долгое время считался очень надежным, но на сегодняшний день к нему возникает много вопросов, устранение которых стоит денег. Дизельные двигатели дороговаты, но все равно достойны внимания. В этом поколении Volvo XC90 оснащался пятицилиндровым рядным двигателем дизельным с одной турбиной. Его особенности это ременной привод ГРМ и слегка назойливые вихревые заслонки. Вообще, этот двигатель живуч, но при жестком экономии на моторном масле начинаются проблемы с гидрокомпенсаторами, они умирают, а также начинаются проблемы с распредвалами. В общем, если этот двигатель досмотрен, то он легко пройдет и 500 тысяч километров. И если вы не хотите, чтобы Volvo XC90 вас разорил, то не покупайте откровенно упиленный экземпляр. Если не можете нормальный экземпляр найти Volvo XC90, то присмотритесь к другим автомобилям вот в этом прям обзоре. Идем далее. Если вы не доверяете шведскому премиуму, то взгляните на европейский золотой стандарт Volkswagen Tiguan. В нем есть все для искателей кроссоверов. Запредельная практичность, очень вместительный для таких габаритов салон и багажник. 470 литров, достойная плавность хода, маневренность и экономичность. Да, по габаритам он меньше, чем XC90, но каким-то чудом инженеры Volkswagen сделали его салон вместительным. И багажник у него тоже вместительный даже на фоне XC90. Причем Tiguan очень маневренный в городе и юркий, но и на дальняк он не разочарует. В содержании Tiguan действительно недорогой, но бензиновые турбомоторы 1,8 и 2 литра склонны к жору масла. И вот если нужен быстрый турбированный Tiguan, то и покупать его надо у фаната, который, скорее всего, справился с жором масла. Версии с 1,4 литровым турбомотором лучше, когда свежее. После череды допиливаний действительно 1,4 TSI стал очень надежным. И в плане экономичности это оптимальный бензиновый двигатель. Турбодизельные версии представлены 2-литровым агрегатом различной мощности 2,0 TDI. Так вот, эти двигатели надежные, без подводных камней. Сюрпризов не преподносят, но будьте готовы к тому, что на вторичном рынке пробеги у таких Tiguan приближаются к 500 тысячам километров. И даже больше. Автоматические трансмиссии и DSG на Tiguan встречаются и те, и те. В общем-то, с ними проблем особо нет. Но перед покупкой обязательно протестируйте их во всех режимах. А еще лучше, перед покупкой заедьте на профильный сервис VAG и просканируйте. То есть продиагностируйте эти трансмиссии фирменным сканером. Ну, а если выбираете полноприводный Tiguan, то изучите состояние кардана. А также, как и на примере с Volvo XC90, изучите правильное обслуживание муфты Haldex. Поверьте, это вам поможет. Ну, а плюсы и минусы этого автомобиля вы видите сейчас на экране. Мы перечислили уже два достойных кроссовера, но пока что ни одного японца. Но куда же без них, а в частности без Toyota. В эти деньги вы можете купить Toyota RAV4 второго поколения. А если поискать, то можно еще разжиться и третьим поколением. Владельцы Toyota никогда не поймут владельцев Volkswagen. А в чем же принципиальная разница? А вот в чем. Бензиновых турбомоторов у RAV4 третьего поколения нет. Интерьерный пластик слишком бюджетный. В Тегуане тоже не фонтан, но зато там есть участки с мягким пластиком. Шумоизоляция похуже, подвеска жестче и шасси в целом настроено скучно. При этом RAV4 просторнее, пусть немного, багажник на 586 литров. Знаете, в чем самая большая проблема владельцев Toyota RAV4? В том, что эти люди действительно верят в неубиваемость и исключительную надежность этих автомобилей. И поэтому, ну, наверное, забивают на нормальное обслуживание этих машин. RAV4 Toyota действительно надежны, но перед покупкой обязательно не поленитесь посмотреть на днище, а именно поднимите эту машину на подъемнике. В регионах с сырыми зимами кузова этих машин часто выглядят очень плохо. Именно снизу днище ржавеет в труху, разваливается даже труба от топливной заливной горловины до бака. Следом, осмотрите компоненты полного привода, крестовины кардана и подвесной подшипник уже могут быть сильно изношены. Текущая маслом или гудящая муфта включения задней оси – это к недешевой замене ее целиком или ее замене. Карданный вал и все его компоненты тоже нужно тщательно диагностировать. Ну а теперь про моторы. В обсуждаемый бюджет попадают моторы AZ-серии бензиновые объемом 2.0 и 2.4 литра. Это очень надежные моторы, однако помним про хреновое обслуживание. То есть, если прошлый владелец экономил на обслуживании, то эти двигатели начинают поджирать масло. Еще Toyota RAV4 встречается с двигателем 3.5 и этот двигатель, то есть эта машина, приехала из США. Ничего страшного в этом двигателе нет. Но цена низкая, обусловлена аварийным прошлым и прожорливостью двигателя. Хреновый кузовной ремонт обязательно даст о себе знать. Ну а в целом RAV4 можно покупать в любой непонятной ситуации. Обязательно последуйте нашим советам. То есть по кузову и по двигателям. Идем далее. Если не Toyota, то, конечно же, хондовский кроссовер проходит проверку временем. Это CR-V второго поколения и легко вписывается в этот наш обозначенный бюджет. Но также по низу рынка еще можно найти хонда CR-V третьего поколения. Хоть эти автомобили и выглядят совершенно по-разному, но проблемы у них есть общие. Например, задние колеса домиком и слабое противостояние коррозии. Еще пару ложек дегтя в копилку CR-V второго и третьего поколения. Это нередкий износ выпускного распредвала у моторов K20A и K24A. Это, соответственно, двухлитровый мотор у второго поколения CR-V и 2,4-литровый у третьего поколения. Двухлитровый мотор в любом исполнении очень скучен и его потенциала может не хватать при обгонах на трассах. А вот 2,4-литровый мотор повеселее, а ест не намного больше. Если вам попадется дизельный CR-V, то смело рассматривайте этот вариант, потому что двигатель хороший, экономичный, надежный и с большим крутящим моментом. В общем, если CR-V в хорошем состоянии вам удалось приобрести, то просто обслуживайте его правильно, вкладывайте немножечко денег, и он будет ездить и не ломаться. Обязательно обращайте внимание на состояние кузова, не прогрызла ли его коррозия. Версии с АКПП тестируйте тщательнее. Хоть автоматы Honda и очень надежные, но может не быть специалиста по их обслуживанию и ремонту в вашем регионе. Honda CR-V хороший, вместительный, семейный автомобиль с багажником 556 литров. На ключевых рынках по продажам он обгоняет Toyota RAV4, ну, за счет того, что он немного уютнее, немного вместительнее и немного качественнее по салону. Итак, кто же следующий в списке годных кроссоверов до 10 тысяч долларов? А это Mitsubishi Outlander XL, а вернее, его второе поколение. За небольшие деньги предлагается много автомобиля, прям XL. Есть даже семиместные версии. Особых проблем у этого кроссовера нет. Но все-таки вариатор Jatka GF11E ресурсом не впечатляет. При небережной, бездорожной эксплуатации с пробуксовками он проедет примерно 200 тысяч километров. Но есть хорошие новости, что при бережной, городской и трассовой эксплуатации этот вариатор выдержит и 300 тысяч километров до капремонта. Вообще, при покупке этого автомобиля стоит уделить пристальное внимание именно вариатору, его диагностике. Потому что у вариатора есть два режима. Либо работает, либо не работает. Если кроссовер вяло трогается с места, ощущается проскальзывание и подергивание при разгоне, то состояние у вариатора неудовлетворительное. В остальном Outlander XL никаких особых болячек не имеет. Но придется когда-то отправиться на замену отслуживших деталей. А это опоры двигателя, текущие масломагистрали гидроусилителя, свистящий вентилятор салона, быстро проседающие или лопающиеся пружины задней подвески. Все моторы Mitsubishi Outlander XL достаточно надежны и неприхотливы. Но убедитесь, чтобы они не истекали маслом и работали ровно. 23-литровый мотор может начать подъедать масло из-за уставших маслосъемных колпачков. А 3-литровый двигатель достаточно надежен, но в обслуживании чуть-чуть дороже. А вот установленный в паре с 3-литровым двигателем 6-ступенчатый гидромеханический автомат очень живуч. В плане экономии динамики самый оптимальный вариант – это двигатель 2,4 литра. На рынке этих версий большинство. 2-литровый двигатель тянет слабее и ест не намного меньше. А вот могучий трехлитровый V6 едет бодро, но и жрет бензин побольше. К очевидным минусам Mitsubishi Outlander XL владельцы перечисляют скрипучий салон. Хотя салон большой и багажник на 541 литр почти как у XC90. Недаром этот кроссовер на 20 сантиметров длиннее конкурентов. Идем дальше. И снова у нас японский кроссовер. И прямо сейчас мы поговорим про Сузуки Гранд Витара. Ох, какой же этот автомобиль был популярным в свои годы. А все потому, что у него честный, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Все серьезно, как у Крузака и Паджеро. Ну и сразу же отметим, что Сузуки Гранд Витара совсем не Гранд. При длине кузова в 4,5 метра багажник всего лишь 398 литров. Причем его заднее колесо висит на распашной задней двери. Зато Гранд Витара живуче и неприхотливо. Но все-таки ее репутация была подпорчена треснувшим блоком цилиндров. А именно блок трескался на стороне под впускным коллектором и вытекал антифриз. Естественно, эти блоки поменяли большинство по гарантии, но производственно эту проблему решили только в 2009 году. В общем, оптимальный вариант ранних Витара это с двухлитровым двигателем. Если брать с 24-литровым, то надо убедиться в том, что этот блок был заменен. То есть есть соответствующая документация. Ну а с 24-литровым двигателем все-таки лучше брать Витары помоложе. Также есть двигатели 2.7 V6 и 3.2 V6. Они хорошие и надежные, но у 2.7-литрового мотора все-таки цепь ГРМ ходит не так, как у 3.2-литрового. Поэтому ее надо менять сразу же, если вы слышите шумы в правой КБЦ. И, кстати, у Витара очень большой выбор двигателей. Также есть еще 1.6-литровый мотор у версии с тремя дверями. Автоматические КПП 4- и 5-ступенчатые поставляла компания Айсен. И все они супернадежные. Не забывайте, что двигатели у Сузуки Гранд Витара установлены продольно. И поэтому никаких маленьких и ненадежных трансмиссий на Сузуки Гранд Витара не устанавливалось. Только надежные, здоровые японские АКПП, которые ставились на пикапы Toyota и здоровенный Lexus. Кстати, у Сузуки Гранд Витара кузов очень прочный и этот автомобиль очень способен на бездорожье. Но, естественно, на вторичном рынке лучше выбирать автомобиль, который эксплуатируется в городе, ну и, естественно, бережно. Также стоит отметить, что весь этот автомобиль с завода очень удачный и очевидных недостатков у него нет. Но для кого-то Сузуки Гранд Витара может быть неочевидным выбором, но никаких аргументов к этому нет. Ну да, из-за продольной компоновки салон тесноват с багажником. Но многие семьи, которые ездят на Сузуки Гранд Витара, к этому абсолютно нормально относятся и не испытывают дискомфорт. Итак, следующим кроссовером надежным до 10 тысяч долларов будет, как вы думаете, кто? Subaru Forester третьего поколения. Вообще, вот этот вот лесник в первых двух поколений был скорее универсал повышенной проходимости. А вот в третьем поколении его люционировал кроссовер. Так вот, длина его 4,5 метра, а багажник 450 литров. Да, Subaru машины специфические, однако поклонников у них много и технических проблем немного. Да, двигатели Subaru поджирают масло, однако поклонники этих автомобилей считают это их особенностью. Тут при выборе главное выбрать экземпляр каким-то образом, который не ест масло больше, чем 500 грамм на 1000 километров. А вообще, у самых заботливых владельцев Subaru моторы не едят масло совсем. Если вам нужно просто ездить, то выбирайте любой атмосферный двигатель 2.0 и 2.5 литра. Это агрегаты EJ-серии из 90-х годов. Также можно рассматривать покупки еще турбированную версию на 230 лошадиных сил. А вообще, если вы и знаете марку Subaru, то, наверное, знаете все особенности этих автомобилей. На самом деле, плохого в них практически нет. Ну, можно даже сказать, нет совсем. Они ездят хорошо, долго и надежно. Четырехступенчатый автомат, пусть медленный, но очень надежный. К полному приводу вопросов нет совсем. Подвеска жесткая, но сбитая и выносливая. Ну, а что сказать про салон? Салон простоват и склонен скрипеть. Но Subaru Forester не просится на капремонты. И это надежная машина. А это факт. Закончили с японскими автомобилями и переходим на корейские. Легко вписывается в наш бюджет. Hyundai Santa Fe первого поколения. Из минусов этой модели это коррозионная стойкость. Она у этого автомобиля неважная. Ну, годы. Santa Fe второго поколения, то есть цены на него сейчас опускаются до нашего порога. А Santa Fe второго поколения комфортнее, представительнее, красивее, чем Santa Fe первого поколения. И это хорошая альтернатива Volvo XC90. Это тоже здоровый кроссовер. 4,65 метра с бездонным багажником на 700 литров. Как у XC90, у Santa Fe есть версия с турбодизелем объемом 2,2 литра. И таких вариантов автомобилей в продаже много. Потому что именно с этим турбодизелем этот кроссовер экономичен и быстр. Если говорить о бензиновых двигателях, то надо быть внимательным при выборе экземпляра с 2,4-литровым бензиновым двигателем. Потому что этот экземпляр двигателя может вот-вот провернуть вкладыши. Что касается версии 2.7 V6 и 3.3 V6, то они могут отпугивать разве что высоким расходом топлива. Но есть важное замечание. У 2,7-литрового двигателя должен быть решен вопрос с заслонками изменения геометрии впускного коллектора. Лучше всего зафиксировать винты заслонок, посадив на резьбовой гермет. Ну и еще о полном приводе. Кардан должен быть в порядке, а муфта подключения задней оси сухой. И еще перед покупкой Santa Fe надо выяснить состояние вала, который соединяет коробку с угловым редуктором. Если его никогда не набивали смазкой, то шлицы корродируют и запросто оборвутся. Ну а вообще Santa Fe хороший, надежный, вместительный, практичный кроссовер для большой и хорошей семьи. Следующий некапризный кроссовер, который можно вписать в бюджет до 10 тысяч долларов, это будет Renault Duster. И он, кстати, будет из всех кроссоверов, которые мы перечислили самым молодым и свежим. Больше всего Duster было продано с 2-литровыми моторами. К этому двигателю, мы говорим сейчас о бензиновых моторах, никаких претензий нет. Дело в том, что он родом из 90-х. Это старый добрый французский мотор, поэтому очень надежный. Также есть версии с двигателем бензиновым 1.6. Тоже никаких претензий по надежности, он ничем не уступает 2-литровому. Экономия в топливе незначительная. А вообще, если ищете экономичный Duster на вторичке с бензиновым двигателем, то выбирайте версии с МКПП. Еще уважением пользуется Duster с 1,5-литровым турбодизелем. Это супер распространенный турбодизель от компании Рено, поэтому он не огорчает и достаточно тяговит. Но отметим, что из всех кроссоверов, которые мы сегодня обозревали, этот кроссовер самый компактный. 4,3 метра в длину и 408 литров в багажник, что обычно хватает многим семьям. Глобально Duster такой, каким он вышел на наш рынок. Простой, недорогой, незамысловатый, денег не тянет, недорог в обслуживании. В общем, и кузов-то у него противостоит коррозии, ну, наверное, лучше, чем у любого японского кроссовера. В общем, машинка-то хорошая и надежная. Половина живучих кроссоверов, которые мы вам можем рекомендовать, это японские автомобили. А может ли какой-нибудь премиальный бренд уложиться в этот бюджет и не раздеть вас догола? На такой запрос может ответить BMW X3 первого поколения в кузове E83. Наряду с приемлемой надежностью в этом автомобиле вы найдете вполне драйвовую управляемость. Рядные бензиновые или дизельные шестерки, мощные и не сильно капризные. Версии с четырехцилиндровыми моторами тоже хороши, особенно если попадется хорошо сохранившийся экземпляр. С турбодизелем он и тянет здорово, и расходует немного топлива. Обслуживание полного привода и моторов этого BMW стоит доверять профессионалам. По всем остальным вопросам можно обращаться в непрофильность, то расходники на BMW X3 недорогие. Этот автомобиль тоже широко представлен на авторазборках. BMW X3 вытянулся в длину на 4,56 метра, багажник 480 литров. Из-за продольной компоновки задний ряд сидений тесноват на уровне коленей. Ну, интерьерный пластик простоват, но владельцы X3 понимают, что эта машина действительно проще X5 тех годов. Но стоит обслуживание и поддержание X3 в хорошем состоянии не так-то и дорого. В общем, вы можете позволить себе этот премиальный кроссовер. Только обслуживайте его правильно и у специалистов. И тогда он вас будет только радовать. Ну что, вот такой вот топ-10 кроссоверов до 10 тысяч долларов у нас получился. Кстати, у нас на канале есть обзор практически на каждый автомобиль. Ссылки мы оставим в описании. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите, какой бы автомобиль выбрали вы. Пока.